Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных Твоих слов. Примусь с нами в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Галатам, Святого Апостола Павла, 3 глава, 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники толкования. Так как впереди он сказал, что семя Авраама, о котором благословятся народы, есть Христос, которому именно и даны обетования, а также указал, что и вы имеете образ Христов, то теперь заключает. Итак, и вы семя Авраама и наследники обещанного благословения. Как же после этого вы держите закона, вы, которые получили благословение через то, что облеклись во Христа и уподобились Ему, и отсюда сделались семенем Авраама. Галатам, 4 глава, 1-2 стих. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Слышно меня? Слышно сейчас, а до этого не было слышно. Что-то сбой. До 4 главы слышно было? Да, вот здесь слышно, слышно. Вот это начал читать и до сих пор слышно было, до 3 стиха. Галатам 4 глава, 1-2 стихи. А да там слышно было. Слышно. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. В детстве, в детстве, не в возрастном, но познанием о Боге. А вещественными началами мира называют новомесячья и субботы, потому что эти дни бывают у нас от течения Луны и Солнца. Поэтому и те, которые теперь подчиняют нас закону, делают нас через 100 детьми и порабощают стихием мира. Хотя мы стали уже мужами совершенными и сынами Божьими и домоправителями и господами. Научаемся также, что Бог от начала желал дать это усыновление, ибо в этом и состоит наследие. Но наша незрелость препятствовала ему, не желая же совсем устранить закон. Он не сказал, мы порабощены дням, но вещественным началом мира, чтобы тем сильнее пристыдить тех, которые склоняют еще к повиновению закону. Но не смущайся, что по течению времени начало мыслится повелителями и приставниками. Ибо, во-первых, ты должен закон мыслить повелителем, равно как и детоводителем, а не их начало. Поэтому новомесячья и субботы он назвал началами. «Кроме того, он так выразился для того, чтобы совершенно отвлечь их от закона и пристыдить, как это он впереди еще яснее раскроет. Некоторые же под стихиями разумели естественный, приуготовительный закон». «Вопрос, а каких тут толкователь нам говорит новомесячьях и субботах? Что это такое? Объясните мне, пожалуйста, Даня Тихонович». «Новомесячье» слово говорит, каждый месяц отмечался трубили в трубы. «Суббота» означает покой. Означало не только суббота, как седьмой день, но и любое празднование, в общем, называлось субботой. И они за это твердо держались. Они за это готовы побить были камнями Христа. Он нарушил субботу, даже зерна растирали. И теперь здесь он доказывает, апостол Павел, это все начатки. Это были стихии мира, оттуда идет. А ты видишь, что там месяц, луна, солнце, впереди-то было объяснено. И это все отошло. Это все указывало на то, что начнется новая жизнь во Христе. Что мы дети Авраама, значит, мы чадо Христовы. Вот он прямо тут и подвел. «Новомесячье» все эти субботы, в Ветхозаветии, что написано, были во Второзаконе и в книге «Исход». То есть они держались того, чего уже не надо было держаться? Их научали этому. Они не держались, но теперь они стали держаться. Их заразили иудействующие. Вот ты познакомься со старобрядцами-то. Они тебя научат. Каждый говорит, что булочку нужно покупать и три дня ее обнюхивать. Совершенно не о том, на каком дереве нарисована икона, на каком месте стоит. И вот мы были в Москве, так кланяешься куда-то, вперед-назад, запутаешься, не знаешь кому кланяться. Когда ко кресту подходишь-то. У нас этого нет. Один раз поклонился и все. Так, ну что ж, идем дальше. Галатам 4, глава 4, 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Толкование. «Пока были юны, мы подчинялись новомесячьям и субботам. Но когда наступило определенное время воплощения Христова, когда род, человеческий, прошедший все виды зла, нуждался во врачевании, тогда Бог послал Сына Своего, то есть благоволил прийти, который родился, не сказал через жену, чтобы не дать оправдания тем, которые говорят, что Господь прошел через Деву, как через канал, совершенно призрачно, но от жены, то есть принял тело из самого существа ее и был плодом чрева ее. И был под законом, принял обрезание и совершил все, чтобы избавить нас от клятвы, которая сам не подлежал. Два же спасительных действия указывает он в воплощении Христова. Освобождение от клятвы, закона и дарование усыновления. А воспринять сказал для того, чтобы показать, что усыновление предназначалось нам издавна по обетованию, хотя по причине нашей незрелости и не давалось нам. Ибо и обещанное Аврааму наследие было усыновление, потому что сын наследует. Вопросы? Галатам 4 глава 6-7 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего вопиющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Откуда видно, говорит он, что мы удостоились усыновления. Хотя он это показал и прежде, когда заявил, что мы облеклись во Христа, который есть сын. «Но доказывает и теперь тем, что мы приняли духа, который божественно и необыкновенно, касаясь наших сердец, научает нас называть Бога Отцом. А этого не могло бы быть, если бы мы не удостоились усыновления. Итак, когда мы дети и наследники непростого достояния, но божественного, и сонаследники единородного, зачем же опять становимся рабами и, держась закона, отвергаем даровавшую нам усыновление веру? Вопросы? Галатам 4.8 «Но тогда, не знав Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги». Толкование. Здесь обращается он к уверовавшим из язычников, показывая, что соблюдение дней есть идолослужение, и что они более чем прежде погрешают. «Прежде, — говорит он, — вы хотя бы не знали Бога, так как жили во тьме и заблуждениях, и вследствие этого служили солнцу и луне, которые по природе не Боги. А теперь, после познания истины, если бы вы стали собнаблюдать дни, это было бы ничем иным, как служение стихиям нечестия, еще худшее». Галатам 4.9 «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им?» «Но теперь, — говорит он, — вы познали Бога. Впрочем, скорее, не вы своим трудом обрели и узнали Бога, так как вы совершенно не искали, но Он нашел вас, живших во тьме, и принял, ибо получили признание, сказанное вместо «приняты от Бога». Познание? Не признание, а познание. «Ибо получили познание, сказанное вместо «приняты от Бога». Как же после этого вы снова обращаетесь к бедным и немощным началам, то есть не имеющим никакой силы к получению обетованных благ и не могущим принести пользы духовной. А вместе Он указывает их бедными и немощными, потому что они лишены ума, чувства и жизни, хотя бы это и не понравилось Еленам. Итак, лжеапостолы в качестве защитников закона вводили соблюдение дней, а Он очень мудро называет это дело идолослужением, которое и сам закон запрещает. Так что те, которые учили этому, являлись даже противниками закона. Вопросы? Галатам 4.9 Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Толкование. Отсюда видно, что лжеапостолы проповедовали не только обрезание, но и соблюдение праздников и новомесячей. Галатам 4.11 Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Толкование. Смотри, какое чувствительное сердце. Они колеблются, а Павел страшится. Выражение не напрасно ли показывает, что они были еще целы и не потерпели еще полного крушения. И Он подает им надежду, что если они пожелают одуматься, то не напрасно затрачен был на них труд. Он как бы говорит им, Вспомните мои усилия для вас и не делайте тщетными мои трубы. Галатам 4.12 Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Толкование. К верующим из иудеев он говорит так. Подражайте мне. И я ведь был очень привержен к закону, как вы, но оставил его и теперь подвязаюсь за Христа и веру. Таковы и вы будьте. Прекрасно высказал он это в заключении. Ибо люди скорее привлекаются сродными примерами, чем рассуждениями. После сильных упреков Он опять обнаруживает кротость. Жестокое порицание также ведь не приносит пользы, как и крайняя снисходительность. Посему Он называет их братьями, напоминая вместе с тем о благодати крещения, по которой все мы стали братьями, как рожденные от единого Отца Бога. Оправдывается и в высказанных укоризнах, именно что они произошли не по ненависти. Ведь вы не причинили мне никакой несправедливости, чтобы я стал относиться к вам враждебно. Но гораздо более вы оказали даже мне бесчисленные знаки почтения и расположения. Как же после этого я мог бы говорить это по ненависти? Но говорю без сомнения из попечения вас и без сильной признательности к вам. Вопросы? Угнать Тихонович, есть что сказать на эту тему еще? Есть, конечно. Пожалуйста. Он понимал так, как учили. И когда с этими людьми говоришь, когда у них в душе произошел переворот, то абсолютно большинство говорит, я соблюдал все, но чувствовал что-то не то. Ну как это может, барана закололи, а мне грехи прощенные. Ну как это может быть? Вот до этого держался, другого-то не было, его учили, он умирал за этот закон. И это похвально. Но сегодня-то ведь та же самая история получается. Когда с человеком говоришь, ну ты ходил, да ходил, я ходил, исповедался, причащался, но ты видел, что не так, что заботятся священники вот о том-то и о том-то. Люди совершенно чужие. Да я чувствовал, что никто никого не знает, как проходной двор. Но пока Господь не откроет, Он это держится. И если это не держится, то Он и в храм больше не придет. И вот апостол-то, будучи еще савлом, гонителем, он это в душе уже понимал. Понимал. Хотя и знал, что язычники должны быть приняты. А в душе было, а почему не приняты? Ведь я же встречался с этими, с язычниками. Встречался со славянами, какие они хорошие, там про себя, как обычно думают. И вдруг ему это Бог открыл. Он говорит, мне Господь это открыл. И когда сегодня вот ты говоришь, а они там поносят тебе что, а им не открыто. Они не знают. Ему сказали так, и он думает, я вот буду поносить, мне это зачтется, и меня быстренько продвинут, там уже буду не иерей, а протоиерей. Тут понятно, все корысть. Я сегодня материал-то скинул, там Яна Кронштадтского, что в последнее время предсказания, какое будут, только будут думать, как нажиться. И ходить-то не будут люди в храм. Вот это время пришло наше. А ты чувствовал? Ну, если ты ходил в храм и видел все это, ты не мог не чувствовать, если у тебя совесть есть. Вот это надо знать, что я хотел сказать. Отошел. Галатам 4 глава 13-14 стих. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Толкование. Вы знаете, говорит он, что при телесной немощи, то есть посреди преследования и опасности, я благовествовал вам. И вы, однако, не отправились от меня. Не отвратились. Не отвратились от меня. Эти испытания мои, то есть преследования, раны и тому подобное, не привели вас в соблазн и не заставили презирать и гнушаться мной. А вместе с тем, незаметным образом, и пристыжает их, показывая, сколько он вытерпел ради них от противников. Вы, так, говорит он, почтили меня, как будто я был более, чем человек. Не странно ли в то время, когда я подвергался преследованиям и был гоним, принимать меня, как ангела Христа, и не соблазняться? Теперь же, когда я советую должное, считать меня за врага и не принимать. Галатам 4, 15. Как вы были блажены, свидетельствуя вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне толкование? В недоумении, изумлении он говорит, что сталось с вашим прежним блаженством? То есть, куда девалось все то, за что вас все ублажали, как приверженных к учителю? Что оно теперь? Во что превратилось прежнее ублажение ваше? Теперь я не вижу этого, так как вы враждебно настроены ко мне. Прежде за мою проповедь вы считали меня дороже даже собственных глаз. Что же теперь случилось, что вы подозреваете меня, как врага? Странно ведь, чтобы тот, которого вы так почтили, стал говорить вам это с враждебной мыслью. Вопросы? Галатам 4.16 Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Толкование. Другой причины вражды, говорит он, я не знаю, кроме того, что высказал вам истину и обличил заблуждающихся относительно догматов. Но за это вы скорее должны еще более полюбить меня, как исполнившего долг подлечителя. Галатам 4.17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Толкование. Ревность – дело похвальное, когда кто подражает добродетели другого, но она делается дурной, когда кто-нибудь стремится удалить добродетельного от совершенства. И эти стараются исключить вас, то есть лишить более совершенного состояния и виления во Христе и вернуть в менее совершенное, которое заключается в законе, чтобы вы почитали их учителями, ревновали и подражали им, как ученики. А я желал, чтобы вы были руководителями к совершенству для них и для всех. Так и было, когда я был у вас. На это же самое указывает он и ниже. Вопросы. Галатам 4.18 Хорошо ревновать в добром сердце, а не в моем только присутствии у вас. Толкование. Не видишь ли, он намекает на то, что они соревновали всем в совершенстве, когда находился Павелу в них. А также дает разуметь и то, что его отсутствие породило это зло. Прекрасно было бы, говорит он, поэтому, когда бы не только в присутствии учителя, но и в его отсутствии ученики мысли должны. Вопросы. Галатам 4.19 Дети Мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас, Христос. Толкование. Подражает матери, трепещущей за детей своих. Вы, говорит он, извратили образ Христов, который вы имели в себе от крещения и требуете нового возрождения и воссоздания, дабы опять явился в вас образ Христов и отпечатлелся на вас его характер. Опять нахожусь в муках рождения, снова возрождая вас посредством учения. Но не отчаиваюсь посему и называю вас детьми, чтобы и вы не теряли надежды. А это против Ново и Ан. Павел Галатов возрождает и обновляет, а они в Ново и Анне не принимают исправления посредством покаяния. Ну вот еще какие были оказываются. Вопросы? Галатам 4.20 Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Толкование. Я не удовлетворяюсь письмами, но желал бы быть с вами и изменить мой голос, то есть обратить его в сетование и плач. я недоумеваю, что сказать о вас, каким образом вы, которые настолько возвысились, что подвергались даже опасностям за веру и совершали знамение через нее, теперь удаляетесь к подзаконной немощи. Поэтому я желал бы в вашем присутствии сетовать о вас, ибо когда находился в затруднительных обстоятельствах, то обыкновенно предавался следам. Галатам 4, 21. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона толкования «После того, как уже достаточно смягчил их и привлек к себе, он снова вступает в препирательство, указывая на то, что и сам закон не желает, чтобы его соблюдали. «Отвечайте», говорит мне, «прекрасно так же сказал желающие, потому что такое положение зависело не от требования вещей, но от неуместной их страсти форм. А законом он называет книгу бытия, так как у него в обычае весь Ветхий Завет называть законом. Галатам 4, 22. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной полкования. Выше он сказал, что вы дети Авраама, но так как не одинакового достоинства были сыновья патриарха, но один был от рабыни, а другой от свободной, то теперь он показывает, что вы не только дети, но и таковы, каков был свободный и благородный. Так облагородила вас вера». Галатам 4, 23. «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». Толкование. Так как его слова, что они сыны Авраама казались невероятными, дети или в самом деле Авраама те, которые не родились от него по плоти, то Павел говорит, что Исаак, собственный сын Авраама, не по плоти родился от него, да и как это могло быть, когда естество омертвело, но Слово Божие и обетование образовало его, а Измаил родился по естественному порядку. Именно это и означает выражение по плоти. Но при всем том, рожденный по плоти есть раб и чужд наследие, а рожденный не по плоти господин и наследник. Что же препятствует и вам, хотя вы не родились по плоти от Авраама быть его сынами? Ведь вы через произнесение слов прикупили, получили новый образ бытия. Галатам 4, 24. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, толкование, то есть история сияния не только повествует об этом, но и указывает на нечто другое, поэтому и называется аллегорией, что было образом настоящего. Галатам 4, 25. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Это два завета. Толкование. Какие же? Две жены эти представляют аллегорические Новые и Ветхие Заветы. Каким образом? Агарь Ветхий Завет. Ибо закон Идан был с горы Синай. А Синай находится в Аравии и на арабском языке называется Агарь. Соответствует же Иерусалиму, то есть находится в соседстве, соприкасается или уподобляется Дольнему Иерусалиму. Сравнивается с ним, переносится на он и так как есть сходство между обоими. Как Агарь была рабой и рождала в рабство, то и закон данный с горы Синайской, которая называется Агарь и уподобляется Иерусалиму, рождает в рабство тех, которые держатся его. Ибо в законе много несвободного и арабского, потому что и добродетель обосновывалась на тленной награде, на земных, говорю, благах и удаления от зла внушалась наказаниями и страхом. Галатом 4, 26. А Вышний Иерусалим свободен, Он Матерь всем нам. Толкование. Том прообраз Агарь, посмотри также и прообраз Сары, она ведь прообразовала горний Иерусалим, он же есть град верующих, откуда и закон наш, ибо с неба Евангелия. Этот град свободен от наблюдений закона, и все в нем устрояется свободно и с благородным достоинством, ибо ничто у нас не совершается из-за видимой награды, и не угрожают нам телесные наказания, но и обещания более божественные и наказания приличны благородным. Именно отлучение от таинственной трапезы и епитемьи. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. У мусульман эта мысль четко проводится, что их священная книга Коран была дана Мухаммаду в готовом виде с неба. И они в это верят безусловно все. Что касается христиан, то наше Евангелие с неба, с неба Евангелия, а вот в это почти никто не верит. Иоанн Златоуст постоянно напоминал делать сравнение с окружающими нас людьми, хотя бы это было и не в нашу пользу. Особенно в православии необходимо немедленно, денно и ношно отвердить о том, что Библия пришла к нам с неба, что не только последняя 77-я в Библии называется откровение, но и вся Библия называется откровением, данным от Бога. С неба Евангелия. Авторитет Библии замаскирован в виде и почтения к ней, сверхпочтения оказывается при выносе Евангелия в Церкви. Необходимо, чтобы точно так же каждая душа на престоле своего сознания поместила великий авторитет Библии. Мартин Лютер протестант любил Библию и высказал такую мысль. В мире есть только одна книга Библия и только одна личность Христос. Вопросы? Галатам 4, 27 Ибо написано «Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи немучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа толкования». Недовольствуется этими прообразами, но ссылается на свидетельство Исаии, Которые церковь из язычников называет неплодной и не имеющей мужа. И действительно она была лишена богопознания и бездетна, так как не произвела ни одного пророка Божия учителя. А иудейскую синагогу называет имеющей мужа, или потому что она имела закон, который руководил ее действиями, или потому что имела самого Бога. Воскликни употреблено вместо воскликни голосом радости, потому что у тебя теперь множество чад и пророки, и учителя, и сыны Божии произошли от тебя. Ты всю вселенную породила, а не один народ, как иудейская синагога. Вопросы? Галатам 4, 28, 29. Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Толкование. Церковь, говорит он, будучи неплодно, подобно саре, не только стала многочадной, как та, но и родила таким же образом, как последняя. Как ее не природа, но обетование сделала матерью, ибо тот, который сказал, я опять буду у тебя в это же время, бытие 18, 10, вошел в чрево и сотворил плод, так и у нас, как и выше сказано божественные слова, произносимые при крещении совершают новое творение. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, какая это свобода, когда иудеи бичуют верующих, а те, которые думают быть свободными, подвергаются гонению, он говорит, что и тогда так же было. Измаил гнал Исаака, но тем не менее это нисколько не помешало преследуемому быть законным сыном Авраама и господином преследуемого. Итак, из самого этого повествования нас иудеями открывается наше сходство с Исааком и родство с Авраамом. Вопросы? Галатам 4.30 Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный. толкование. Что бы кто-нибудь не сказал, что же отсюда? Утешительно ли для верующих, которые теперь подвергаются преследованию со стороны иудеев, то, что Исаак тогда подвергался гонению, он говорит, послушай, что говорит Писание и получишь вразумление. За временное гонение, которому подвергал Измаил Исаака, он совершенно изгоняется. И в наказание не только подвергается изгнанию, но гораздо более лишается участия в том, что уготовано сыну. А это наказание тем сильнее, что имеет свое начало не в преследовании, а в решении и определении Божьем. Заметь также, что он того, который не удостоился наследия, назвал сыном не Авраама, а рабыни, указывая, что он и очень низкого происхождения. Итак, смотри, он доказал, что сам закон указывает на свою отмену, так как все сказанное, будучи прообразом, теперь совершающегося, написанного в законе, то есть в книгах Ветхого Завета. Галатам 4, 31. И так, братья, мы, дети, не рабы, но свободное толкование. Все это направляет к тому, чтобы показать, что все случившееся теперь с нами прообразовано было за много лет прежде. Как же после этого не странно, получив за столько лет прежде свободу, опять добровольно становимся рабами? Вопросы? Игнать Тихонович, есть что сказать? Да там, что впереди было, про это сказать, оттуда произстегает следующее. Если человек это не пережил, ему это никогда не повторить то, что Павел здесь говорит. А если ты это пережил, были люди, которые, к примеру, сказать, вот у нас община, она, конечно, отличается от проходных дворов, приходят, люди свои, все даже внешне раздеваются, одеты по форме, знают, где поклониться, соблюдают все посты, не то, что мы там хорошие, но действительно так. И вот люди, некоторые уходят, уходят, вот они вернулись сюда теперь к прежнему, к старобрядцам или куда-то, секту какую-то свалили, что-то не получили, нет, они впали в страшное рабство, то есть ту свободу, которую Бог дает нам, и люди ее даже не знают, православие, вот у нас в общине, Бог какую свободу дает, у нас свободно люди посещают и баптистам, и адвентистам, желают пойти к мусульманам, могут пойти к мусульманам послушать, попробуй старобрядцев, иди, один раз сходи, тебя навеки проклянут, а у нас такая свобода, ежедневно изучаем священное писание, на русском языке, все, а там против, это перевод неправильный, ни коньяни испортили, в какое рабство ушли эти люди, которые у нас были, я когда считаю, они у меня так перед глазами, мы за ними-то наблюдаем, то есть знаем, как они, ничего нету, было только упрямство, теперь жуткое затвердение, они ничего не делают, и притом нет никакой причине, обозленные, на меня вот нападали здесь, на лагерь, нету, они ушли, нету, и вдруг один, я знаю такой, никогда дисциплину не соблюдал, он мгновенно вылез в интернете, дети не болели, а я знаю, там зеленкой мазали, ну, врач приехал, комар укусил, она помазала, она у нас, врач, она сделала его зеленым-то, ну, тебя-то кто спрашивает, а он ушел, он не знает, куда теперь себя деть, он не такой, а там ему с первого дня, под нос поднесли три кулака и замолкни, здесь тебе не придется буяни, а здесь он кричал, вставал, нарушал дисциплину, его там бабки, ну сядь там, посиди, да не лезь ты, он совершенно недисциплинированный, а относился к военному делу-то еще, и вот он впал теперь в абсолютное рабство, и он этого теперь не понимает, у него чувство отнято это, осталось одно обозление, мало того, поставили задачу, чтобы в нашу общину сняли с регистрации, я говорю, этого даже президент страны не может сделать, потому что перед законом мы невиновны, у нас прошли проверки, когда шла перерегистрация, то есть Бог лишил разума, они связались с безбожниками, и когда слышишь, что делают, только ахаешь, вот это то самое состояние галатской церкви, и почему Павел переживал так, ну тут-то ушло у нас, допустим, пять человек, а у него все ушли, и он заново им пишет, и мы не знаем, вернулись они или нет, это степные племена, вот это раз у меня оно было, поэтому послание из всех вот кому-то, я беру только галатам, хотя самое трудное, это кремлинам послание, а это конкретно касается меня постоянно, были люди и ушли, и кто вас, внушил вам не подчинять все истины, что-то они лучше узнали, нет, что-то они стали изучать, нет, их научили, не надо, не надо, натоусы считать не надо, почему, а это не коньяни испортили, вот это послание галатам мною выстрадано, и поэтому не говорить я не могу, даже с неба ангелы будут говорить не то, да будет анафема, они не то говорят, совершенно, какая-то маленькая ревность была здесь, была там ушли, они замерли, ничего нет, вот начинают что-то, лекарства для тела, там какой-то камни искать, ну то есть глупость на глупости, и эти ушли куда, солнцу до луне, опять вернулись к нам в месячьем и субботам, так и это, вот и все. Галатам 5.1 Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства. Толкование. Не вы ведь, говорит он, освободили себя, но тот, который дал за вас выкуп. Как же после этого вы подвергаете себя господству закона, против намерения освободившего вас Христа? Говоря стойте, он дал знать, что они колебались. Словом, иго он указывает на тяжесть рабства в законе. А выражением опять изобличает их бесчувственность, так как они, несмотря на то, что по опыту знали тяжесть рабства, опять добровольно переходят в него. Галатам 5.2 Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Толкование. Вместо всякого доказательства апостол ссылается на свой авторитет. Не приносит уже пользы Христос обрезывающемуся потому, что таковой отвергает его благодать и обращается к закону как благодетелю. Христу же вовсе не верит, как будто он не оказывал ему благодеяния, а не веря, он и не может получить пользу от того, которого не верит. Галатам 5.3 еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон толкования. Что вы не подумали, что по вражде говорится это, он прибавляет, не вам только высказываю это, но и всякому обрезывающемуся, что великую тяжесть вы налагаете на себя. Постановления закона тесно связаны между собой. И если ты признаешь малую частичку закона и подчиняешь себя этому игу, то подчиняешь себя господству всего закона. Ибо обрезание требует жертвы и приурочено к известному дню, а жертва требует места, способа ее приношения и очищения. Нечисть ведь не может приносить жертвы. Очищение опять же требует исполнения других законных предписаний. Видишь, как отвергший Христа не только не получает пользы от него, но и подвергает себя бесчисленным тягостям. Если закон господин, так исполняй все, а если нет, то не принимай и частички из него. Вопросы? Сергей? Да. А можно ли вот этот стих тоже рассматривать как одной из причин, доказательств того, что главенство Евангелия, ну, Завета надо, вот, то, что сейчас перед законами Ветхого Завета тоже, как бы, ну, как сказать? Так об этом и речь, Христос, это и есть Новый Завет, Новый Завет в моей крови, он так и сказал. А все, что Ветхое, все прошло. Конечно, мы об этом и читаем. Ну, то есть, вот, по поводу как раз и адвентистов седьмого дня, что вот они субботу почитают, а мы в воскресенье, то есть, вот, в этом смысле тоже этот стих, как бы, как-то влияет, может повлиять на понимание того, что субботу не обязательно, как бы, сейчас воскресенье самое главное. Такой вопрос. Да, ну, видишь, конечно, можно. Новый Завет его нельзя рассматривать отдельно от Ветхого, и Ветхий Завет отдельно от Нового. Они как два крыла у птицы. Вот. Без Ветхого не было бы и Нового. Понимаешь? И поэтому когда с адвентистами говоришь о Новом Завете, в Новом Завете, кстати, очень много ссылок на Ветхий Завет. Вот. И что касается субботы, то есть, кто-то бы радикально бы сказал, а теперь вот нельзя субботу праздновать, это Ветхий Завет, все. Нет, а им объясняют, что Ветхозаветняя суббота образно указывала на воскресенье, как Ветхозаветнее обрезание образно указывало на Новозаветное Крещение. И тогда у адвентиста даст Бог, глаза и откроются. Вот. Так что, он за нее держится, так же иудеи держались за этот закон, они готовы были убить Христа за то, что он исцелял в субботу. Понимаешь? Я не знаю, адвентисты готовы убивать тех, которые проповедуют, что субботу. Но, однако, они держатся за нее. Если бы они не держались, давно бы уже все воскресенье с православным праздновать. Меня же смущает, что вот последняя фраза, выделенная жирным шрифтом, толкование, я сейчас ее все разочитаю. Если закон господин, так исполняй все, а если нет, то не принимай и частички из него. Ну, вот здесь требуется пояснение. Какой частички? Ведь о Бородине, например, сказано в Ветхом завете, мы эту частичку приняли, оставили, и еще много кое-что из Ветхого завета мы оставили. А здесь толкователь говорит, ну, раз закон, то и вообще, значит. о какой частичке, что имеется в виду не принимать? О жертвоприношениях, наверное, говорится, ну, это имеется в виду. Ну, жертву сейчас Христос, это и понятно. А так я и причащаться буду, и с мусульманами ягненка там тоже поем. Это имеется в виду, что ли? Ну, я утрирую, но, например, я не знаю, у людей вообще-то жертвоприношения же нету, не приносят же они жертву. Или приносят, кто знает, я не знаю, даже. Игнать Тихонович, поясните вот этот последний момент про частичку закона. Частичку это чего? Речь это о законе. К борода так закону не относятся. Это не сама природа учит вас? Это природе, это к телу, Бог так сотворил. Он только напоминает об этом, что этого делать нельзя. Ну, природно. Сама природа требует этого. В Ветхозавете как частичка-то? Не женись там на матери, на родной сестре и в Новом Завете осталось. Как это? Разве это частичка? Это природа требует. Это в закон вошло напоминание о природных свойствах. Если какое-то родство близкое есть, все эти хромосомы там, ну, грубо сказать, друг друга уничтожают и рождаются уроды. Речь идет о Ветхозаветниках, жертвоприношениях, указывающих на Христа. Они только указывали. Закон не отменен. Христос пришел не нарушить, но исполнить. Но возвысить его, вот это надо все время подчеркивать, возвысить. Тот закон был дан, как для младенцев. Но когда ребенку свойственно грудь сосать матери, но когда в муже совершенного это постоянно златоусь говорит, то есть нам пища твердая уже нужна. Какая? Теперь определенно и четко мы разговариваем о Христе, о небе и об аде. Уже 40 ударов без одного нам не говорят. Это даже и не наказание никакое. Ад уготован. А им будешь долголетен. Да мы какое нам долголетие, когда мы вечную жизнь идем? Нам долголетие уже не обещается. То есть это все возвышенно. Хотя это как раз в этом и заключается. Поэтому частичку какую-то брать, ладно, нельзя там приносить барана, а мы голубей будем приносить в жертву. А не в еду просто принесли и кому-то подарить. У мусульман она считается как бы жертвой. На самом деле это баранов они приносят, режут, шашлык тут же варят, едят и все. Это не в обязательном порядке. Поэтому образно да, похоже на жертву. Но в законе так и говорится. Тем более у них как у евреев нету никакого имама, кто прощал бы грехи. Это у нас у христиан есть, кому простить и проститься. У них нет этого. Это официально избранное лицо, у которого никакой харизмы на прощение грехов нет. Он должен только доставлять. Вот спросили здесь мула у них, но мусульман то его спросили какая у вас главная задача? Главное ребят переженить. Жениться не хотят. А ты же видишь какие они жеребцы. Надо женить, чтобы была законная ячейка семья. И у него прямо стоит задача поженить. А у нас задача такая не стоит даже. Мы знаем и нас общая семья. Мы для Бога. И Павел говорит хорошо остаться как я. У них это вообще неприемлемо. Четыре жены. У нас это уже супер развратник, а у них святой. Большая разница. Поэтому нам сравнивать ни с кем даже не приходится. На какую высоту Господь возвел. О девственности Златоуст говорит. Ни Моисей, ни Ио самые праведные люди даже не помышляли. А христианцы это совершенно нормальное явление. Мы берем Златоуст Василий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Кирилл Уроссалимский, Серафим Саровский. Подряд всех будем называть. И они все девственники. А в Ветхом Завете мы никого не можем даже назвать. Им в мысль не приходило это. Поэтому мы должны смотреть на Новый Завет как на вершину, выше которой ничего нет. С вера и надежда распрощаются на входе в рай. Что верить когда увидел-то? И надеяться когда исполнились все надежды. А любой останется. И что интересно, нам кажется предел любви отдать душу свою за кого-то. Разные нюансы бывают. Есть такие люди. А в вечности как оно будет? притом оно все время вот это чувство будет возрастать. Вот что удивительно. Мы не видел глаз и не слышал уха. Что Бог приготовил? То есть маленькое маленькое мы знаем вкусно вот это плоды такие перья там все не такое. А как нельзя передать? Таких слов и чувств нету. Вот об этом и говорится. Жертву Богу дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божий. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. В жертву что отдаем тело полностью? Она тело считается рабыня у души. Почему постилали одежды? Главное это. То есть тело наше отдано ему, поэтому мы постилаем одежды перед ним. Во все надо все время это помнить и никогда не считать, что кто-то большой это сделал где-то сделал да и забыл. в сравнении с тем что Бог для нас сделал то мы считаем что ничего и не делаем. Хотя для нас это и указано что вера была живая. Но делами мы не спасаемся. Они ни во что поставлены как бы. Мы спасаемся жертвой Иисуса Христа. А там жертву бараны приносили то они напоминали о грехе. Но о прощении грехов не было до Христа. Все. А сегодняшние иудеи приносят жертву? А где они будут приносить когда закон говорит приносить только в одном месте. Вот который поставили у них как раввин по-другому называют его так. У него ничего нет. И когда они совершают Пасху они ягненка сегодня колоть не могут. Они имеют косточку от барана которая у них лежит говорит. В жертву я имею ввиду жертву а не для еды. Ну вот искупление когда фильм смотрим то. И они ждут этого освобождения. Вот сейчас они заботятся о том как теперь мечеть Амаров убрать взорвать чтобы на том же фундаменте ни на другом месте не в Алтайском крае не в Биробиджане именно там построить третий храм Соломона и воцарить того кто будет Богом. Богом за Бога выдавать себя будет. Он и как первосвященник будет и восстановит жертвы. И об этом они заботятся генетически рыжих вывести тилиц и уже вывели. И вот нынешне Синедрион у них уже основан. Синедрион уже не два года больше. А первосвященника избрали в прошедшем году. Впервые за две тысячи лет. Жертвы нету и их нельзя нигде приносить. Кто в другом месте принесет да будет предан смерти. Вот так. А у нас бескровная жертва хлеб и вино и оно превращается в тело и в кровь. Вопросы не по теме можно задавать. Час прошел. Роман можно спросить? Да. А Гнать Ильич Сергей тоже говорил по поводу банков что вкладывание в банки это как бы запрещено получается денег в банки вот по поводу этого хотелось бы узнать. Что лишние деньги есть или что? Ну вообще то есть ну если допустим ты верующий другое дело досталось какое-то предприятие и с него идут какие-то дивиденды это один вопрос но совсем другое когда в долг даем нам зачем банк кому-то дал с прибылью ростовщик топором по башке ему раскольников как расколол я череп бабки акулини ну и все это нам запрещено евреям разрешается давать с процентами язычникам гоям а своему брату не разрешают но они это нарушают не смотрят чего отдавать то будешь когда интересно златоуз говорит название то какой деньги день деньги день то есть на один день тебе даны они а не на завтра и поэтому все время ты должен на прицеле у тебя должны быть люди кого-то с работы уволили кто-то нуждается это конечно в общине это легко мы друг друга знаем и на помощь сразу стремятся и деньги собрать но где приход только есть а общины нет там труднее о каком банке говорить это все это жидовское нам даже и говорить об этом срам ну а если я говорю что это предприятие было какое-то и деньги там уходят и на них государство не спрашивай меня начисляет есть допустим завод у него есть деньги ему на руки не дают но там где-то отчисление идет то давайте ты узнай какой процент и сразу снимай и отдавай нуждающимся вот и весь сказ потому что кто-то платит кому-то дают там они там решают этот вопрос я несколько уроков провел с новыми русскими директорами заводов бизнесмены были мне-то накрутили столько денег ужас один я никогда в жизни таких денег не видал я говорю откуда деньги ректора спрашиваю ректор они посоветовали с ним а именно на меня указал с ним надо договориться он говорит так это бизнесмен они деньги внесли сами сами внесли это не наши не университетские хотя в здании университета по рекомендации ректора университета я вел занятия вот так это высоко ценится когда говоришь о боге и сердца располагаются мало того я еще у них там и выпросил даже немножко поломанный был держа это смеситель хлеб готовят когда там такой однорукий крутится чистомес тоже сделали отдали привезли а попутно все сказать как а если бы где-то что-то как-то замешан был в этом они глядят как беднота ничего нет и они с удовольствием жертвуют деньги но тут уж надо держать себя в руках потому что огонь и воды прошел человек говорит трубу труднее проходить медная труба то есть хорошую у тебя жизнь горько ты пережил а когда начинает восхвалять медные трубы петь то это очень трудно переносить человек может свихнуть подумать что в самом деле он такой мне вот иногда похвальные слова говорят я их как будто не слышу и не вижу а то вот есть такое как бы мнение это я вот я слышал как раз что-то связано с Данилом Сусоемом точно не помню он ли говорил или кто-то с ним связанный был что тоже вот по поводу ростовщичества что нельзя христианам давать в долг как бы ну в смысле под проценты вот именно как вот братьям своим да то есть лично человеку а если на какое-то предприятие то есть банк который вкладывает в предприятие то там можно вот так но вы говорите получать и там нельзя допустим ИНН мы знаем что ИНН никакой роли не играет спрашивают у вас ИНН есть понятия не имею а общины есть мы нигде ничего не подавали а теперь оказалось что есть у каждого человека раз мы получаем я пенсию получаю есть но никакой роли это не играет это для удобства там как следить за этим там они делают учет вести статистика и прочее другое дело когда будет это уже начертание зверя через отречение ты тебе вопросов много будут задавать ты убежденно будешь говорить что приходившая дева Мария он не рожден это совсем так выдумка и будешь повторять что тебе вложат в уста вот это будет отречение и тогда знак поставит особый а сегодня никакой роли не играет подавал я не подавал так и здесь если они за это насчисляют что-то я долго не был допустим на почте ну командировки лет 5 то они могут начислить эти проценты а я скажу мне не надо надо скажут твое дело не надо выброси я обязан отдать а за то что на меня пересали переводы там высчитывают они сколько положено за обслугу сегодня кредитивом нету все это карточка и везде они все высчитывают а при больших суммах когда они вкладывают в производство идет отчисление уже и на тебя какой-то процент я объяснил уже второй раз говорю нам нельзя каноны есть запрещающие это делать а если священник дает кому-то так лично дал 100 рублей а ты мне дай 200 он извергается из сана категорически запрещается но вот мы когда потеряем были кому-то нужны деньги у нас единица измерения была доски кирпич цемент вот допустим он у меня взял 10 тысяч в это время на 10 тысяч я мог купить 5000 кирпича а он отдает через 3 года то он должен мне не столько отдать а сколько я могу купить 5000 кирпича этой по совести почему инфляция если кто не знает инфляцию с 91 по 97 год инфляция составляла 10 тысяч кажется 700 вот во сколько раз пала цена и поэтому мы так постановили так и делали без обиды или допустим можно было купить там 10 мешков цементу а когда он дает деньги за деньги я ему деньги дал в это время куплю только не 10 а два мешка ну зачем они мне это не мое как-то ко мне зашла одна деньги занять вот живем с мужем денег нету я и дал немного по тем временам еще я вот сколько хлеба купить можно а то 16 копеек кирпич хлеба стоил ну допустим я ей дал 10 рублей ну вот 6 это вы 60 кирпичей хлеба она спустя пять лет дает и мне только эту же сумму это можно купить два кусочка и она не понимает даже это хитрит я то тебе дал 60 кирпичей хлеба купить а ты мне даешь только два кусочка от кирпича от одного отрезать она глазами крутит и как будто не понимает тогда не надо мне совсем я тебе милостыни считай так и осталось она баптистка пришла и ну что непонятно то инфляция у нас потеряевки был один такой он сейчас выехал он не понимает он очень честный кирпич у него уезжает а кирпич остался никто не берет я говорю давай я куплю сколько ты за него платил вот столько я ему столько давать денег смотрю как он берет деньги я говорю ты то ли не понимаешь на эти деньги ты тысячу ты кирпича не купишь ты только купишь 50 кирпичей ну и что ну я ему то даю в 4 раза там в 5 раз больше узнал сколько кирпичей стоит я ему сую деньги он не берет это это как же я могу взять это же ну возьми вот значит у нас наоборот даже не то что там с процента стоимость свою брать не хотят вот так еще вопросы пожалуйста ну вот Игнать Тихонович можно еще раз вот то есть банки же они все равно платят проценты меньше чем инфляция человеку ну получается тогда как тогда можно брать ну понятно что желательно я уже этот вопрос ответил что если деньги там лежат как предприятие я их сам то не кладу нигде у меня нету сберкнижки ну за месяц вот приходят а я не ходил уехал в командировку 5 лет не было вернулся а там кладут и проценты идет я проценты сразу вызвал и отдал нуждающимся даже не вынося отсюда и сказал со мной пойти там многодетный тут же скинул все на этом и спрашивать нечего они не мои деньги можно вопрос к Роману можно да Сергей да Роман каким образом ты можешь связаться с банком Игнать Тихонович вот он говорит что вообще он банку отношения не имеет он через предприятие только ты вот говоришь банк банк ты сам что ли в банк собираешься класть деньги нельзя потому что это чисто жидовская выдумка это чисто вот ростовщическая программа нельзя а если ты как-то кто-то положил и тебе начисли это другой вопрос вот в чем дело сейчас ты понял Роман да сейчас больше понятно сам ты никак с банком не можешь связаться подходить к нему не можешь если ты христианин банку ко мне обращается у него много земли сумел поправить тысячи гектар земли и когда хлеб то сдает деньги то не дают на руки а кладут в банки деньги только дали сколько он мне деньги нужно рассчитаться с рабочими или вот я ездил нужно 5 комбайнов купить каждый комбайн комбайн у него стоит 5 миллионов 25 миллионов мне надо они ему сказали больше никуда просто так это надо еще тебе добиться дадут или не дадут но оставшиеся деньги у него накапливают проценты но он не верующий я про него говорю просто так вот эти деньги если был верующий ты их не должен считать своими и он не отдавал они просто от накопления у него идут туда то что он сдал пшеницу там несколько составов его государство и насчисляет сколько положено и они лежат а так просто отдавать ну спрашивает а куда он их возьмет то ему для воспроизводства весной он закупает хорошие семена на Кубани везет поехал в Бразилию там опыт перенимать и он на все дает справку и ему не дают ему это нужно необходимо с чего-то он налоги платить не будет кому помогает и в Америке так если он отстегнул от себя вот один был сколько у него 47 миллиардов это самый большой жертву недавно про него тут писали миллиардов ну там распределил там на больных на спидовских на детей и прочее то с этих миллиардов налог не берется нет потому что он и так их отдал и в России точно так же без меня ничего без меня я ничего не говорил лишнее пока я сам не скажу не надо еще вопросы у кого есть сегодня был врача у меня это гайморит гнойный сейчас буду лишиться тем более на тихом жиле тебе не у меня вопрос по по совместной молитве мы вот начали вместе молиться и сейчас братья мне пишут в чате что неплохо было бы продолжить эту традицию нашу вот и я хотел посоветоваться как все это нам организовать дело в том что что касается меня то вечерние я не всегда могу присутствовать потому что у меня оплачена работа мне нужно выполнить уже деньги дали вот и советует Игнатов Сергей что мне взять помощников и если я нету то эти помощники бы вели бы эту молитву но я себе честно говоря толком не представляю кто эти помощники я уж хотел раз кто у нас кто предлагает пусть тот тот так принято пусть тот и делает а его что он хочет а его кто командировка то это понятно что и мне охота вместе молиться и все во-первых не всегда должен быть один который бы постоянно подключал всех либо если такого тоже этот человек не может то другой у нас чат и в него может любой присоединиться надо технически всех научить как это делать допустим меня нету и все на этом рухнуло а оказывается технически это можно любой может присоединиться и все присоединиться любой может молиться не любой здесь надо человека ответственного во-первых надо знать какие молитвы читать на каком языке не на славянском конечно по-русски все это дело потом все вот сейчас пасхальные молитвы они отличаются от обычных тоже надо их знать вычитывать чтобы не согрешить как говорится вот такой вот у меня вопрос то что про это думали ну в записи молитва есть вот в записи можно слушать ну так уж необходимо есть и такое да то есть такое да хочешь вместе помолиться включил в записи но это уже будет не совместная молитва понимаешь суррогат какой-то отделка мне кажется речь идет о совместной молитве онлайн в прямом эфире это сближает объединяет и это понятно а то так александр микрофон очень дорогой шумно или ты сказать что-то хочешь сказать говори если пошуметь то отключайся то есть да было такое совет включай в записи и молись если тебе так нравится ну как вариант конечно как с прониклинием лучшего можно и такой вариант использовать Сергей Астахов вот вы молитесь да 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 Сергей а утренних вообще не будет то есть утренних молитв ты не спрашивай я я спрашиваю а ты отвечай все я тебя понял мне нужно ваше будет не будет а я не знаю будет не будет тут все Игнать Тихонич как бы молитвы молитвы они нужны они мне тоже помогают но тут твои мнения нужны Игнатов тоже нужны я тоже нужны ты настолько привык что просто без них уже тяжело а не помогают просто включение потому что совсем разные вещи да записи кому-то помогает пользуйтесь мне тоже мне не помогает мне неудобно неудобно вот может быть тогда вечернюю как-то там что-то это а утреннюю надо продолжать ну да да 4.40 как бы я поздно не пришел хотя бы утренню да да ладно значит утренню и другой вопрос значит помощники если допустим что-то там до этого читал молитву там Володя Никита Игнать Тихонич все это сейчас Игнать Тихонич вы можете продолжить чтение или на другого возложим на кого на другого на кого вы посмотрите по интернету на русском языке ты же сказал вы думать уже ничего не надо посмотрите на русском языке пасхальные молитвы какие идут в каком они порядке что разница это небольшая а там вам прямо дается готовая и точно так же начинаете царю небесный считается считается Христос воскресе до Троицы на дня и вместо достойной всякого истины святись и святись и в Новый Иерусалиме и все остальное берите по мне это слово мы дома молимся сейчас у нас молитва слов 70-го года Алексей I Семанский еще выпускал там все это есть и каноны все и вы это возьмите на русском языке у нас на церковно-славянском очень мелко я не вижу а эти считать не могут ударение а там надо ударение куда надо делать а вы скопируйте на русском языке да и отпечатайте хоть еще трудно а вам почему это не сделать у вас есть для этого все нет у меня для этого ничего я один я повторяю я один нет у меня у вас есть принтер Никита есть грамотный человек зачем принтер зачем у вас это вам надо сейчас это делать вы главное увидели как он нашли каждое утро было готово и вы так же делайте теперь вам все показано уже меня уже считайте до 10 октября не будет у меня другое уже идет я уже 60 раз провел молитву 60 это уже что-то значит вы так же делайте у нас и поклоны я объяснил как делать и крестное знамение и о посте и о русском языке то есть мы прошли достаточно сильный материал а теперь давайте двигаться ну конечно кто если шофер доездит то ты его не уловишь надо чтобы кто-то постоянно был дома тот вел занятие который ездит он прям подсоединится и все так что утром ты никуда не идешь убери до себя выключи микрофон попробуй попытайся шумит ничего не состоит так ну Игнатова то нету вот сейчас его бы спросить я думаю спрашивать не надо вот я что сказал так и делайте договориться только с кем кто ведет но ты руководил как так и руководил утром ты дома никуда не уходишь зачем ты отпускаешь из рук это нехорошо тебе это дело уже идет и ты знаешь как и быстро набираешь и что-то останутся останутся тогда одни собаки ты нас псов-то не забывай да мне подсоединить то несложно подсоединю кто будет молитвы читать на русском языке то на русском языке это кабериде и так же можете включать и псалтырное чтение но пасхальные каноны считайте если кажется длинной на две части разбейте все же перед Богом и обязательно чтобы было в конце своими словами сказали молитва должна быть живая загляни в интернет там найдешь прям сразу хорошо я вот вот эта же группа у нас я буду в 4.40 ее звонить кто кому неудобно ну те либо отключайтесь либо просто не будьте не в сети и все потому что мне там вас сортировать перекидывать тоже дело вот у меня вот эта группа есть кто хочет молиться присоединяйтесь кто и не хочет значит просто трубку не берите и все но я в 4.40 буду звонить и молиться на этом мы порешили еще вопросы нет вопросов больше так 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 кто-то кто-то тут еще что-то так ага Андрей Рогачевский так ну что у нас еще 8 минут давайте тогда раз вопросов нет продолжим Галатам 5.4 вы оправдывающие себя законом остались без Христа отпали от благодати толкования то есть вы не имеете никакого общения со Христом вы которые думаете получить оправдание в законе лишились благодати поистине оправдывающей великое несчастье когда ты не получишь того что обещает закон и лишишься того что дает благодать Галатам 5.5 а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры толкования мы говорит он верующие не в законе но в духе святом надеемся получить оправдание каким образом верой и так должно подчиниться водительству веры потом наитием святого духа получить прощение грехов и удостоиться оправдания в крещении Галатам 5.6 ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания не обрезания но вера действующая любовью толкования прежде он сказал что обрезание пагубно как же он теперь считает его безразличным по нашему мнению он говорит здесь об обрезании которое предшествовало вере он как бы так сказал для вступивших в новый завет нет пользы если они обрезаны и нет вреда если они не обрезаны ибо все заключается во вере действующей любовью то есть в вере которая должна всегда являться деятельной и живой в любви ко Христу этим также указывает что они хотя и уверовали но не окрепли в любви ко Христу и вследствие этого снова уклонились к закону или же наставляет их в любви к ближнему а вместе с тем показывает что и обольстители их если бы имели любовь к ним не дерзнули бы делать этого и так научись что вера становится деятельной посредством любви то есть является живой а не имеющая любви бездейственно подобно сказанному вера без дел мертва Якова 11 17 Галатам 5 7 вы шли хорошо кто остановил вас чтобы вы не покорялись истине толкование это не вопрос осетования он говорит вы достигли совершенства но что случилось кто это возымел такую силу что воспрепятствовал вам покоряться не евангельской истине но отмененному закону Галатам 5 8 такое убеждение не от призывающего вас толкования то есть это внимание к обольстителям не от Христа ведь на то призвал он вас чтобы вы внимали тем которые склоняют выудейство Галатам 5 9 малая закваска заквашивает все тесто толкование что бы ни сказали зачем так сильно упрекаешь нас ведь только одну заповедь мы нарушили и преувеличиваешь нашу вину он говорит что это казалось бы ничтожное обстоятельство наносит существенный вред ибо как закваска хотя бы и малая сама собой заквашивает изменяет все тесто так и обрезание хотя и составляет одну только заповедь увлекает нас вас выудейство во всей его полноте Галатам 5 10 я уверен господа господа который не желает гибели кого бы то какого бы ни было человека таким образом он побуждает их употребить собственные усилия и надеется на господа ибо иначе невозможно получить что-нибудь от Бога если вы не приложите говорит он собственному усердием хотя вы говорит он исправитесь но обольстившие вас вследствие этого не освободятся от наказания но подвергнутся суду как бы великими и достойными веры они не казались ибо это значит слова кто бы он ни был а говорит это с тем чтобы и другие не поверили им Галатам 5 11 за что же гонят меня братья если я и теперь проповедую обрезание тогда соблазн креста прекратился бы толкование так как креветники говорили что он лицемер и проповедует в одном месте обрезание а в другом нет то он говорит вы свидетели того что меня преследуют иудеи если я проповедую обрезание за что же другие меня преследуют очевидно преследуют меня за нарушение отеческих их постановлений а если я проповедую обрезание и охраняю отеческие постановления а если я проповедую обрезание и охраняю этические постановления зачем после этого меня преследуют что же говорят из этого не обрезал ли ты Тимофея да но это с особой целью да при том одно дело обрезать и другое проповедовать обрезание ведь он не сказал если совершил обрезание но если проповедую ибо тот который проповедует учит что это всегда должно быть как безусловно прекрасно а тот который делает что-нибудь по особым целям исполняет это не потому что оно безусловно хорошо но потому что полезно в данном случае если бы я проповедовал обрезание то не было бы соблазна который производит в иудеях крест и не почему-нибудь иному они соблазняются проповедью о кресте и не принимают ее как только потому что ею уничтожается обрезание и закон равно как если бы я проповедовал обрезание прекратилось бы и исчезла вражда иудеев ко кресту и соблазн который возбуждает он в них давайте помолимся Галатам 5 12 следующая субтитры субтитры Слава Тебе! Будь милостив, Господи, правителям нашим, вразуми их поступать благоразумно, чтобы истина Твоя через них воссияла над этим миром. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой День. Аминь. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе!